Слушайте, ну трэш сегодня будет видео, объясню. Есть у меня вот такой вот стик. Это говно-стик, который греется больше 100 градусов. Я когда-то делал микро-обзор, это Q96, вы меня спрашивали, что ж там за Q96. Я вам скажу такую вещь. Во-первых, у нас вот такая вот хуйня. Я вам скажу такую вот вещь. Многие мне говорят, да ладно, можно взять, доработать и будет классно работать. А я сегодня, знаете, что хочу? Я хочу на вот этот вот говно-стик прилепить вот такой вот внешний кулер. Просто разобрать какой-то, затрэшить и посмотреть, насколько я получу прирост производительности. Такое развлекательное видео. Давайте попробуем прилепить к стику вот такую вот фигню. Разберем и что-то сделаем. И все это на канале Технозон. Поехали. Слушайте, ну у нас есть вводные. Вводные такого рода. Мы сейчас на моем компьютере, я сейчас его, во-первых, подключу. Я сейчас его подключу и покажу вам тесты кое-какие до того, как мы будем проводить, скажем так, вот такую манипуляцию. У нас есть мониторинг температуры в состоянии простой. Это 73 градуса. Я уже, я уже делал тесты. Мы сэкономим огромное количество времени. Я прошу вас подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши такие вот очень интересные видосы. Ну и, конечно же, ссылку на нормальные ТВ-боксы я разместил в описании под видео. Во-первых, я проводил вот этот вот тест на 3DMark. 3DMark, я объясню, для чего нужен 3DMark. Для того, чтобы, вот, 97 градусов у нас было пиковое в 3DMark. Для того, чтобы понимать, какая произведительность до охлаждения. Это важный момент. 97 градусов здесь он выдавал. В троттлинг-тесте, когда я проводил троттлинг-тест, сейчас я вам покажу. Ну, троттлинг-тест тут вообще жопа какая-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Здесь мы не допровели. Его выкидывало, кстати. Его выкидывало. Сейчас, следующий момент. Ищем файлик. Ага, здесь мы доделываем троттлинг-тест. Сейчас мы увидим температуру, которая там была. И вы будете тоже немножечко удивлены. Там была температура 99 градусов на троттлинг-тесте. Вполне нормально, я считаю. Хорошая температура. Потом мы проводили тест на iWiseTorm Extreme. И здесь уже мы видим 10. Это уже за сотку оно вышло. Температура была 105 градусов максимальная. То есть, ну, есть как есть. 99, 100. Все, ладно. Давайте так. Переходим и модифицируем. Так, ну что? Отсоединяем этот стик от всего. Нам нужно его расковырять для начала. Блин, он горячий. Капец. Я в шоке. Попробуй. Мау, тебе такой, знаешь. Закипятил. Закипятил чуть-чуть стик. Сейчас берем нашу отверточку. Надо его как-то вскрыть. В общем, мы его сломаем. Нафиг, если что. Наша-то цель его не сохранять, а максимально... О! Вскрыли, ребят. Тут у нас есть антенка. Антенку можно отклеить, кстати. Мы не будем привязываться уже к этому корпусу. Вай-фай все равно тут. Гаву на 2, а4. Так, антенку отклеили. Она будет работать. Ай, блядь, горячая. Ой, ужас какой, а. Так, нам нужно отклеить вот это вот чудо. Смотрите, какой здесь радиатор мощный. Просто кусок алюминия вот такого вот втулили. Даже безреберный. То есть, тут ребра такие, чисто фальш. А, так он даже не приклеен. Ну, просто на какой-то псевдопрокладке. Она вообще, она вообще, ну, то есть. Он просто был притулен. Смотри. Это клейкая прокладка, она вообще не может работать с этой фитнес. Так, теперь наша задача, наша задача приделать вот эту штуку вот таким вот образом, да. Чтобы она была и на чипе памяти, и на чипе памяти. Ну, тут, в принципе, реально. Чего мы сейчас ее на термопасту. Смотри, даже ничего не прикасается. Там у нас лежит. Он вообще идеально подходит. Я прям так считаю. Я прям считаю вот так. Вот мне нужна термопаста. Это, конечно, я вам честно говорю. То, что я делаю, это сейчас такой полный трешак. Пожалуйста, не повторяйте. Ну, или если вам скучно, повторяйте, конечно. Сейчас мы выдавим точку. Точка есть. Еще одна точка есть. Маленький. Пофиг. Эконом. Да какой эконом? Ты что? Кто будет тратиться на этот стик? Ну, посмотрим. Сейчас ставим его. Еее. 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 Такой трешняковый вариант. Сейчас мы резинкой зафиксируем. с одной стороны по максимуму, а? Так. Нет. Талатизированная температура. Тихо. Радиатор. Суммена. Вентилятор мне нельзя повредить. Это же супер. Ой. Это же супер. Это супер. Блин, не супер. Нифига. Прилипла. Собака бешеная. Да, вот такого говна я еще не делал. Конечно. Зрители, для вас вот это вот делаю. О! Все. Все, смотрите. На термопасте. На термопасте. Ни к чему больше не прикасается. Прямо идеально село. Как будто под него делали, а? Я в шоке. Сейчас мы его включим еще проверим. Работает ли это все действие? Сейчас заведется, не заведется. Включаем хаб. Ммм, какой, а, блин, кулибин. Включаем вот так вот. Всем понравится. Сейчас будет красиво. Сейчас он заискрит, наверное, стрельнет куда-то. Так, включаем в охлаждение наш вентилятор. Если он заведется, это будет большое счастье. Ох! Что закрутилось? Фига. Да ладно, заработал. Он заработал. У нас с активным вентилятором. Ну все, загрузилось. Давайте, все, идем тестировать. Переходим. Что мы подключили? 34 градуса на старте. Это уже хорошо. И что самое интересное, мы уже проводили троттлинг-тесты. Я это, конечно, вам просто должен показать. То есть, я сейчас запущу ютубчик, а потом обсудим те тесты, уже заговорились, которые у нас были. Дело в том, что, вы знаете, есть один интересный момент. Запущу тот же самый мавринский майдан и проигрывает это все намного быстрее. То есть, действительно, намного быстрее работает. Потому что мы получили конкретный прирост в процессорной мощности. А вот другой момент, что как был стик, так он и останется при любом раскладе. Потому что он начал дропить после охлаждения. Давайте еще раз попробуем. Давайте. Еще раз стартуем. А ну смотрим. Ну вот, ноль дропов. Но зато работает все ощутимо быстрее. Все ощутимо быстрее. И тут вот некоторый момент. Давайте я сейчас с этого стика. Стик выше 44 градусов вообще не грелся. Вообще не грелся. Я здесь стартану сейчас троттлинг тест. Вы увидите. Смотрите, я сейчас стартую CPU троттлинг тест. Стартуем его. Здесь мы увидим какой-то график. Сейчас провальный, потому что я делаю очень много всего. Но температура выше 44 градусов здесь не поднималась. Это сейчас, кстати, что-то у нас... А, ну мы просто шевелим мышкой. Потому что если мы начнем шевелить мышкой, он начнет пропускать такты. Потому что он отключает, отвлекается на мышку. Если мы что-то пошевелим, то то же самое. Я сейчас вам покажу график, какой был при... Именно при нормальном троттлинг тесте. Там все в порядке. И если обсудить производительность после охлаждения, то тут есть один немаловажный момент. Мы получили прирост не в видео ускорении, на самом-то деле. А конкретно в процессорной мощности. Смотрите, мои результаты. Если я сейчас пойду... Ну, во-первых, мы получили общую сумму высшим. Здесь даже в iStorm Unlimited мы получили 6,943 против той, которая была. Извините меня, больше, чем на тысячу. И конкретный у нас прирост в физическом. Физический тест это конкретно у нас CPU. Конкретный CPU. Именно в нем мы получаем конкретный прирост. То есть есть смысл охлаждать? Есть ли смысл дорабатывать прошивку? Это вопрос уже такого рода очень интересный. Теперь смотрим на результаты после. Я специально писал видосик. Именно сам троттлинг тест как выглядит. И вот как выглядит троттлинг тест после такого вот тотального охлаждения. И тут как раз у нас все выглядит отлично. И что бы я ни делал, вырубить его из этого состояния 44, скажем так, градуса не могу. То есть он просто работает. Я вот его сейчас отключаю опять. То есть он просто сейчас работает. Активно охлаждается. Это, кстати, охладитель от видеокарты. От старой, от какого-то MX-а старого. 440-го, кто помнит, GeForce такой был. Немножко это все, конечно, коряво и криво сделано. Но сам факт. Смысл охлаждать есть. Получили прирост процессорной мощности. А вот как дорабатывать прошивки на это все, это уже не мое дело. Сами там думайте или ищите где-то. Потому что изначально покупать говностики я не то, что не рекомендую, а категорически против. Ну а с вами был Баба. Вот просто с таким идиотским видео на канале Технозон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok